Здравствуйте, это программа Город С, я Елена Чернявская. В России действует уже несколько так называемых амнистий, которые позволяют оформить в собственность дома и земельные участки без значительных затрат и сбора документов. Амнистии называют упрощенный порядок регистрации прав на такие объекты. И вот появилась еще одна, ее назвали гаражный, закон уже подписан и заработал с 1 сентября 2021 года. Вот какие отношения регулирует этот документ и кому он поможет получить государственную землю в собственность, говорю сегодня с моим гостем в студии, помощником директора кадастровой палаты по Самарской области Дмитрием Юрьевичем Наумовым. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Ну что же, давайте мы с вами поговорим, как раз что и предмет для разговора у нас с вами самое что ни на есть актуальный. С 1 сентября, вот как я уже сказала, начала действовать гаражная амнистия. Давайте напомним уважаемым телезрителям, в чем суть этих нововведений. Ну, конечно, кто может воспользоваться и что для этого потребуется. Гаражная амнистия – это некий комплексный закон, у него достаточно невзрачное наименование, федеральный закон о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, принят он был 5 апреля 2021 года и внес изменения в комплекс законов. Во-первых, это земельный кодекс, вводный закон к земельному кодексу и федеральный закон о государственной регистрации недвижимости. Вот в совокупности изменения, внесенные в эти законы, они позволяют гражданам оформить права и на гаражи, и на земельные участки, на которых они расположены. Вообще амнистия, да, как само понятие используемое, предполагает упрощение, отличие от стандартного порядка. Вот в чем состоит упрощение? Теперь у граждан, которые имеют в пользование гаражи, созданные до введения в действие градостроительного кодекса, а это 2004 год, конец 2004 года, появилась возможность оформить свои права на эти гаражи. У нас огромное количество подобных объектов, и юридического оформления они, как правило, не имеют. Для этого потребуется достаточно небольшой пакет документов. Во-первых, это либо документ о выделении земельного участка самому гражданину, либо организации определенной. Ну, стандартная ситуация, да, определенному заводу выделялся земельный участок, отводился для... Опять же, гаражно-строительный кооператив, все это подпадает, да? Да, отведение под кооператив, а они впоследствии распределяли их между своими членами, да, кооператива такого. Вот при наличии такого документа граждане могут подать заявление в органы местного самоуправления и оформить права и на землю, и на гараж. Можно ли здесь маленькую ремарку? Скажите, абсолютно ли все гаражи попадают под гаражную амнистию, либо мы только главным условием считаем 2004 год, вы сказали, да? Конец 2004 года, декабрь. Конец 2004 года, но ведь гаражи бывают разные, бывают гаражи капитальные, кирпичные, бывают железные, бывают даже во дворах мы встречаем до сих пор гаражи-ракушки. Под какие, на какие гаражи распространяется амнистия? Вот именно этот порядок, эта амнистия, она предполагает оформление прав только на капитальные гаражи, то есть гаражи, которые являются недвижимыми вещами. Недвижимыми вещами у нас являются вещи, которые имеют прочную связь с землей, и перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно. И, опять же, обязательные условия, да, дата создания до 30 декабря 2004 года. Плюс еще один важный момент, такой гараж не должен быть признан самостроем, самовольной постройкой. Это отдельно оговорено в законе, но такие гаражи порядок не распространяется. Хорошо. Ну, то есть подтверждающие документы в любом случае должны быть у собственников, да? То есть первый документ, это как раз год до конца 2004-го. Какие еще документы нужны для оформления гаража, соответственно, земли, правильно я понимаю? Да, именно. Да, расскажите. Первый – это документ на землю, как я уже сказал. Но даже при отсутствии такого документа положением гаражной амнистии можно воспользоваться. Для этого у гражданина должны быть документы, подтверждающие именно создание гаража как объект капитального строительства. Чем это может быть подтверждено? Здесь огромный массив документов. Все, что угодно, подойдет, в общем-то, и может пойти впрок. Это и технический паспорт, подтверждающий создание этого объекта до этой даты. Это и квитанция об оплате коммунальных услуг, если гараж подключен к системе электроснабжения. Это и справки о выплате пая в гаражном кооперативе. Причем не обязательно, чтобы в ней была информация о том, что плаи выплачен полностью. Достаточно просто, чтобы платежи вносились. Этих вот данных уже достаточно. То есть какой-то из перечисленных документов, даже один, если имеется в наличии, он подойдет, и уже можно смело идти и оформлять? Можно обратиться в муниципалитет. Он рассмотрит этот вопрос и должен принять положительное решение. Вот, кстати, куда идти и оформлять? Полномочиями по предоставлению земельных участков наделены органы местного самоуправления. Если говорить о процедуре, она предполагает, что гражданин, имеющий такой документ, он должен обратиться в муниципалитет, к местным властям. Если мы говорим о городских округах, это администрация городского округа, в муниципальных районах, это муниципальные районы, в городских поселениях, городские поселения. В общем-то, стандартно, как у нас распоряжается землей органы местного самоуправления. Обратившись туда, он подает заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка. Орган местного самоуправления выносит соответствующее решение, то есть он посмотрел, определил, да, все подходит, мы предварительно согласовываем. С этого момента утверждается схема расположения земельного участка, и гражданин должен подготовить межевой план и поставить земельный участок на кадастровый учет. Вот, поставив его на учет, он еще раз передает документы, уже подтверждающие постановку участка на учет муниципалитет, и сдает туда же технический план на гараж. То есть ему придется обратиться к кадастровому инженеру, чтобы тот описал существующий гараж, подтвердил, что это именно недвижимое имущество, и вот этот пакет документов передается в муниципалитет. Дальше от гражданина уже больше ничего не требуется, уже муниципалитет, получив этот пакет документов, обязан обратиться с заявлением и о регистрации прав гражданина на земельный участок, и о постановке на кадастровый учет самого гаража, и регистрации права гражданина на этот гараж. Мы говорим с вами о том, когда затрагиваем тему гаражной амнистии, что это и быстрее, и проще, и дешевле. Но вот подтвердите, пожалуйста, высказывания эти, которые даже и вы неоднократно в эфире говорили, но ведь за каждый документ, за каждый шажок сейчас принято платить. То есть ты идешь за справкой, ты оплачиваешь. Так вот какие расходы повлечет за собой оформление гаражного гаража? И здесь же у меня второй вопрос. А вот если не заниматься этим совсем, но пользовался я гаражом и буду дальше пользоваться. Но ведь административная ответственность никакая же не наступает. То есть какие последствия не оформления и не пользования вот этим правом гаражной амнистии, Дмитрий Юрьевич? Ну давайте по порядку. Если говорить о платежах. По сути, единственные платежи, которые придется понести гражданину, это оплата услуг кадастрового инженера, подготовка межевого технического плана. Действительно, это всегда коммерческие отношения, договор подряда, кадастровый инженер выполняет свою работу за деньги. Он готовит документы, это квалифицированная работа, только он вправе ее выполнить. Справедливо, в общем-то, что он ее осуществляет за плату. Но небоснословные какие-то деньги. Нет, это небоснословные деньги, это бытовая недвижимость, ну, это рыночные отношения, тут нельзя говорить о каких-то сформированных ценах, но колеблются они до 10 тысяч рублей, скорее всего, могу предположить. Далее, вот, еще один момент, на котором гражданин может потратить деньги, это получение справок. Ну, здесь я не могу говорить за какие-то ведомства и организации, да, многие выдают их бесплатно, да, те же выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, они бесплатные, насколько я знаю. И, собственно, все. В чем суть амнистии, да, еще один важный момент. Если мы говорим о стандартном предоставлении земельных участков, оно осуществляется за плату. Гражданин должен выкупить этот земельный участок, причем, как правило, выйти на торги. И там, кто предложит большую цену, тот и получит этот участок. Вот гаражная амнистия, использование этого механизма предполагает бесплатное предоставление земельного участка гражданину. То есть, по сути, получаешь гараж, ну, собственно, он твой, да, ты его строил каким-то образом самостоятельно или через гаражный кооператив, но и земля достается собственность гражданину. Бесплатно, без торгов, без наличия конкурентов каких-то, да, которые могут позариться на эту территорию. Это, безусловно, положительный эффект для граждан. Если говорить о второй части. Да, не оформление. Не оформление гаражей. Соглашусь с тем, что обязанности оформить нет, это исключительно право гражданина, но не могу не согласиться с тем, что не наступает ответственность. Дело в том, что в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях всегда существовала статья, посвященная самовольному занятию земельного участка. И если мы возвели гараж, да, используем его, этот гараж, мы используем землю под ним, не оформляя ее, по сути, мы попадаем под самовольное использование земельного участка. Из-за него может наступить ответственность вполне. Здесь я бы еще сказал, что, наверное, следует руководствоваться не негативными эффектами, да, а положительным эффектом от оформления своей недвижимости. Ты получаешь защиту, ты оформляешь свои права, никто не сможет предъявить требования, да, обязать тебя снести этот объект. Твой гараж получает полную защиту со стороны государства, он охраняется, твои права на него охраняются, ты имеешь право им распоряжаться, подарить, продать, завещать и так далее. Ну, то есть это, можно сказать, что вот на данный момент он вроде как бы и мой, а вроде как бы и не мой, да, ну, по сути, вот пограничное состояние, а стоит этим заняться, всерьез довести дело до конца. И действительно, вы совершенно верно сказали, что и продать, и подарить, и по наследству можно его передать. То есть, ну, это твоя собственность, как квартира, машина и так далее. Да, это абсолютно справедливо, да, вывести из тени всю недвижимость, придать ей законный статус, ну, мне кажется, это благое намерение. Да, опять же, здесь возникает вопрос налогов, нужно будет ли вот за этот объект недвижимости платить налоги? Да, конечно, и за объект недвижимости, и за земельный участок, с момента оформления прав на них придется платить налоги. Угу. Хорошо. Продолжает ли также еще действовать так называемая дачная амнистия, которая в этом году также была в очередной раз продлена? Скажите, пожалуйста, какие правила существуют для граждан, которые хотят также оформить свою дачную недвижимость, ну, и воспользоваться так называемой дачной амнистией? Дачная амнистия продолжает жить, более того, она расширяется. Если ранее она распространялась на объекты, садовые и жилые дома, создаваемые на садовых земельных участках, в этом году ее еще расширили. Теперь те же правила будут применяться для домов, создаваемых на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта. В чем суть дачной амнистии? Она предполагает, опять же, что созданный объект, это может быть садовый дом нежилой, либо жилой дом, индивидуальный жилой, с правом регистрации в нем, могут быть созданы и поставлены на кадастровый учет, и право на них зарегистрировано, опять же, в упрощенном порядке. Не потребуется обращение в разрешительные органы за разрешение на строительство, за разрешение на ввод в эксплуатацию, не потребуется даже уведомлять о начале и окончании строительства. Объект просто создается, и гражданин на основании либо имеющейся у него проектной документации, либо декларации, заполненной им же, обращается к кадастровому инженеру, который готовит технический план, и на основании этих документов садовый или жилой дом ставится на кадастровый учет, и право на него регистрируется. Скажите мне, пожалуйста, вот сколько еще есть времени у граждан, чтобы воспользоваться и гаражной, и дачной амнистией? Их сроки на данный момент ограничены. Ограничены 26-м годом. Если мы говорим о гаражной амнистии, это ровно 5 лет с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 26-го года. Дачная амнистия предполагает срок окончания 1 марта 26-го. Но надо сказать, что уже сейчас обсуждается вопрос о ее продлении. Есть точка зрения, что ее надо продлить еще на 5 лет до 31-го года. Росреестр более радикальный в этом вопросе. Он предлагает сделать ее бессрочной. Более того, не только сделать бессрочной, но еще и более расширить. Предусматривается, что по сути будут действовать те же правила, что и для гаражной амнистии. При наличии каких-то документов, подтверждающих создание жилого уже дома или садового, гражданин может также обратиться в органы местного самоправления, и ему будет предоставлен земельный участок под этим домом. Тоже, в общем-то, логичное продолжение и разумное решение. Скажите, пожалуйста, может быть у вас нет этих данных? А вот любопытно, каждую пятилетку, пока продляется тот или иной закон, если мы говорим о гаражной, о дачной амнистии, вот насколько люди пользуются этим правом? Они узаканивают свои объекты недвижимости? Вот все-таки этот прирост значительный или все-таки, ну, как бы сказать, вялотекущий, поэтому и продлевают на каждые 5 лет амнистии? Прирост значительный, достаточно значительный. И, насколько я помню, вот обсуждая очередное продление дачной амнистии, пояснительная записка к законопроекту, она содержала статистические данные, и там говорилось о более чем 15 миллионах граждан, воспользовавшихся. Каждый десятый, по сути, гражданин России, да, воспользовался. И мы сами можем, когда в строю палаты, отмечаем, что с момента введения вот этого упрощенного порядка количество граждан, обращающихся за регистрацией такой недвижимости, оно возрастает. Скажите мне, пожалуйста, а если гараж или дача переходит от одного владельца к другому, всю эту процедуру, о которой мы сегодня с вами говорим, новому владельцу придется также проходить? Смотря что под этим закладывать. Если она ранее не была проведена, то новый владелец точно так же может воспользоваться этими правилами. Единственное, что он должен будет дополнительно представить документы, подтверждающие приобретение этого имущества от предыдущего владельца. Если же вся процедура уже была пройдена, то повторно ее проходить не требуется. Хорошо. Вернемся все-таки, Дмитрий Юрьевич, более подробно к налогам. Вот оформив права на недвижимое имущество, владельцы, да, приобретают обязанности платить налоги, как мы с вами уже говорили. И земельный налог, и имущественный, он рассчитывается сегодня, исходя из кадастровой стоимости. Скажите, пожалуйста, как собственник может узнать, как она рассчитывается? Ну и, соответственно, логичный вопрос следом, если он не согласен с расчетом кадастровой стоимости, что делать? Кадастровая стоимость – это экономическая характеристика. Она должна быть приближена к рыночной стоимости недвижимого имущества. Рассчитывается она по установленным правилам, существует методика. Расчет ее производит специализированное учреждение, оно называется Центр кадастровой оценки. Оно рассчитывает стоимость каждого объекта и передает эти данные в органы регистрации прав. Уже кадастровая палата совместно с управлением Росреестра по Самарской области вносит эти данные в Единый государственный реестр недвижимости. Соответственно, узнать сведения об установленной кадастровой стоимости можно, запросив выписку из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости. Это все можно сделать удаленно, онлайн, не обязательно идти в кадастровую палату, особенно вот сейчас, когда прирост заболеваемости достаточно серьезный. Масса вариантов для получения этих сведений. Выписку можно запросить в электронном виде через портал Росреестра, либо сайт кадастровой палаты. Можно направить запрос по почте, можно обратиться лично в любой офис МФЦ. Очень много вариантов, удобно. Более того, есть даже услуга выездного приема, кадастровая палата предоставляет такую услугу, она не бесплатная, но специалисты наши могут выехать и принять у вас запрос. Сама выписка предоставляется бесплатно, кадастровой стоимости. Если гражданину не нужен документ, конкретно с печатью, содержащий данные о стоимости, а он просто хочет ее узнать, он может воспользоваться электронными сервисами. На сайте Росреестра справочная информация по объектам недвижимости в режиме онлайн, публичная кадастровая карта, введя там кадастровый номер или адрес, можно узнать кадастровую стоимость земельного участка и объекта недвижимости тоже. Да, я просто в этом уверена, что вы по долгу своей службы общаетесь, конечно же, с людьми. Скажите, пожалуйста, вот по поводу дачной и по поводу гаражной амнистии, с какими трудностями при оформлении документов сталкиваются граждане и помогают ли ваши специалисты их преодолеть? Ну и, конечно, на что бы в первую очередь вы обратили особое внимание, когда человек уже решил приватизировать, собственно, свой гараж? Возникает ряд вопросов. Традиционно они, на самом деле, как правило, связаны с неполной осведомленностью о требованиях закона. Нету каких-то таких препятствий, которые были бы неразрешимыми. По любому вопросу может быть дана консультация, в том числе и нашими специалистами. Это распространенная практика, обращение может быть подано и в письменном виде, и также обратиться в офис может гражданин и получит консультацию. Если говорить о том, на что бы я обратил внимание, мы много вот говорили, что и в том, и в другом случае потребуется обратиться к кадастровому инженеру. Вот, пожалуй, это один из самых важных моментов, да, грамотно выбрать кадастрового инженера, который подготовит документы. На нем лежит большая ответственность, от результатов его работ зависит, станет ли на кадастровый учет и земельный участок, и дом, и гараж или нет. Наибольшее число приостановлений, как правило, связано с ошибками в подготовке документов. Ну, обратить, наверное, в первую очередь стоит внимание, конечно же, на опыт работы кадастрового инженера, да. Сейчас в интернете масса отзывов по работе того или иного инженера, а также компаний, которые эти работы проводят. Ну, и, наверное, посмотреть и сравнить стоимость, если она занижена явно, то здесь тоже стоит делать выводы, если явно завышена тоже, ну, а, наверное, все-таки стоит искать всегда золотую середину. Конечно, да. Нередко сведения о стоимости не получается получить, да, это некая коммерческая тайна организации, но средние расценки, как правило, каждая организация на своем сайте вывешивает. Размещает. Публикует. Да. Если говорить о результатах работ, они уже публикуются централизованно. На сайте Росреестра ведется Государственный реестр кадастровых инженеров, и там можно получить довольно подробную информацию о каждом инженере. Вот, пожалуйста, прямой путь вперед на сайт кадастровой палаты, и вся исчерпывающая информация там обязательно будет. Дмитрий Юрьевич, вот в прошлом году в регионе прошел очередной этап государственной кадастровой оценки. Новую стоимость получили и земельные участки населенных пунктов. Скажите, пожалуйста, вот сколько таких участков подверглись оценке, и вообще, какова роль кадастровой палаты вот именно в этом вопросе? Роль кадастровой палаты, она уже довольно долго не меняется в этом процессе. Мы формируем перечень объектов недвижимости, подлежащих кадастровой оценке. Вот если говорить о земельных участках населенных пунктов, в прошлом году нам был сформирован перечень таких земельных участков. В него попало 1 миллион 10 тысяч земельных участков населенных пунктов, учтенных на 1 января в Едином государственном реестре недвижимости. И данные о них были переданы в Центр кадастровой оценки. После определения им стоимости, они возвращены в органы регистрации прав, и данные об этой стоимости внесены в реестр. Для чего вообще эти работы проводятся, кому они нужны, и кому эта информация полезна? Вы знаете, у кадастровой стоимости такая двойственная природа, она полезна абсолютно всем, но никому не нравится. Дело в том, что она используется для всевозможных целей управления и распоряжения земельными ресурсами, недвижимым имуществом. Это и начисление налогов. Налоговая ставка по земельному налогу, налогу на имущество физических лиц, налогу на имущество организации рассчитывается именно исходя из кадастровой стоимости. Также кадастровая стоимость используется как выкупная цена для земельных участков. Если мы хотим приобрести земельный участок у государства, мы будем ориентироваться на его кадастровую стоимость, вернее, на процент от этой стоимости. Собственно, поэтому она и проводится раз в 4 года, учитывая изменения рыночной стоимости. Мы говорили о том, что кадастровая стоимость должна быть приближена к рыночной, чтобы соблюсти изменение динамики рыночных отношений, каждый раз стоимость определяется. Раз в 4 года это происходит. По поводу объектов капитального строительства, проводятся ли исследования в отношении них? И скажите, когда вообще работа проведена была и ждать результатов когда? Работа по объектам капитального строительства проводится в настоящее время. Опять же, в этом году нами был сформирован перечень зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений, машин и мест. Всего в перечень попало более 2 миллионов объектов по Самарской области. И они были переданы, опять же, в Центр кадастровой оценки. Отмечу, что по количеству объектов Самарская область одну из лидирующих позиций занимает в Российской Федерации. Больше объектов подлежат оценке в этом году только в Москве, Московской области, Краснодарском крае и в Челябинской области. Работы эти должны быть завершены в этом году. Уже сейчас, согласно имеющейся у меня информации, должен быть готов предварительный перечень, в котором есть предварительные результаты оценки. Они в ближайшее время должны быть размещены и на сайте областного министерства имущественных отношений, и на сайте Центра кадастровой оценки. С ними уже можно ознакомиться будет и примерно понять, что стоит ждать гражданам. А действовать они начнут в случае их утверждения в этом году, с 1 января 2022 года. А сколько можно жить, не задумываясь о возможном изменении кадастровой стоимости? Вот когда все-таки должна быть произведена очередная переоценка? Очередная переоценка проводится раз в 4 года, но тут следует отметить, что в прошлом году, в 2020 году в закон о государственной кадастровой оценке были внесены изменения и были предусмотрены единые даты. Так, в 2022 году на всей территории Российской Федерации должны быть оценены земельные участки. В 2023 году новую стоимость должны получить все объекты капитального строительства. И вот с этого момента, 4-летний период, начнет исчисляться во всей России одинаково. Скажите, а как вообще исчисляется кадастровая стоимость? Но ведь цифры с потолка-то, понятно, не берутся. И вот кадастровая стоимость, если мы говорим и об объектах недвижимости, и о капитальных объектах, она все-таки имеет тенденцию к увеличению или к уменьшению? И если да, то почему? Для расчета стоимости применяется специальная методика. Она утверждена Министерством экономического развития. Более того, это несколько методик. В зависимости от объема имеющихся у оценщика данных, он может применить разные из них. По сути, это математические модели определенные. Формула. Да. Если говорить упрощенно, используется очень много факторов. Это и категория земель. Если мы говорим о земельных участках, не могут земли населенных пунктов иметь такую же стоимость, как земельные участки лесного фонда. У них стоимость всегда будет разная. Это и возможные варианты разрешенного использования таких земельных участков. И более другие показатели. Ну, территории, да, к примеру, аэродромные территории. Они тоже, да, учитываются расположение в зонах с особыми условиями использования территории. Наличие коммуникации, наличие инфраструктуры, удаленность от административного центра субъекта. Огромное количество разных факторов учитывается. Жизнь меняется, и вокруг даже некоторых объектов могут поменяться условия от географических, климатических до инфраструктурных. Да, правильно? Да, безусловно. И, исходя из этого, меняется и стоимость в рамках каждой очередной оценки. То есть, в общем, сказать увеличивается или уменьшается нельзя, понятно, да? Это происходит по-разному, да. Бывает и в сторону увеличения, бывает и уменьшение стоимости. Хорошо. На протяжении нескольких лет ведется реестр, да, по наполнению единственного государственного реестра недвижимости, вот как раз с ведением об административно-территориальных границах, то есть о границах Самарской области с иными регионами. Скажите, пожалуйста, вот каковы результаты в этом направлении работы, ну и, конечно же, зачем проводите, какие цели преследуете? Это довольно большая и сложная работа, наполнение реестра административно-территориальными границами. Здесь стоит говорить не только о границах между субъектами, но и о границах муниципальных образований, границах населенных пунктов. Все эти сведения имеют чисто практическое значение. Так, если мы вот уже много говорили о кадастровой стоимости и начислении налогов. И земельный налог, и налог на имущество физических лиц – это налоги местные. Соответственно, наличие в реестре сведений об административных границах позволяет адекватно, корректно распределять эти налоги между муниципальными образованиями, чтобы они могли воспользоваться этими доходами, развивать свою территорию за счет средств, полученных от взимания налогов, использовать их на нужды самой территории. Более того, есть и чисто практически иные цели проведения данных работ. Например, если мы говорим о границах населенных пунктов, граница населенного пункта отделяет земли населенных пунктов от земель иных категорий. Соответственно, внесение в реестр сведения о границе населенного пункта города Самары будет означать, что все земельные участки, попавшие в границу города Самары, должны будут быть отнесены к землям населенных пунктов. Это происходит автоматически, без заявлений, без дополнительных действий, просто исходя из наличия сведений о границах. Если говорить о результатах этих работ, Самарская область очень неплохо себя показывает. Дело в том, что все эти показатели учитываются в целевой модели, наполнении реестра сведениями о границах. Они утверждены правительством Российской Федерации и имеют цель для повышения инвестиционной привлекательности каждого региона. Вот одним из показателей является как раз внесение сведений о границах. В Самарской области внесены 100% границ муниципальных образований в реестр и почти 77% границ населенных пунктов. Если говорить в абсолютных цифрах, это 342 муниципальных образования и более 1000 населенных пунктов из 1333 существующих в Самарской области. Хорошо, спасибо. Наши беседы медленно, но верно подходят к концу. Я все-таки хочу предоставить вам исключительное слово, подводя итог всему вышесказанному, на каких главных критериях сейчас держится ваша работа. Все-таки на каких видах работ делаете особое внимание. Ну и конечно, что важно, я не устану повторять этого слова, и нужно понимать гражданам сегодня, если мы говорим о дачной и о гаражной амнистии, пожалуйста. Если говорить о нашей работе, все цели, они декларируются уже давно, взяты как ориентир, к которому мы стремимся. В первую очередь это клиентоориентированность. Ни один вопрос, ни одна проблема гражданина не должна остаться без ответа. Поэтому с любым вопросом, касающимся владения недвижимостью, наличия споров, наличия проблемных аспектов... Не должен остаться наедине с своей проблемой, да, вы это хотите сказать? Да, гражданин может обратиться и получить квалифицированную консультацию. Учитывая опыт наш, да, вряд ли какая-то другая организация может дать больше информации, больше полезных данных гражданину, чем мы. Позволю себе такую нескромность, я, да. Еще один важный момент, это цифровизация. Это общий тренд каждого федерального ведомства, переход на электронные услуги. Сегодня почти каждую услугу Росреестра, это и сведения, и кадастровый учет можно получить в электронном виде. Спасибо вам большое. С нетерпением ждем вас в гости снова. Спасибо вам за ваши компетентные ответы. И спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город Эсс». Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова